Едва начались учения сотрудников службы предупреждения чрезвычайных ситуаций, как 117 жилых домов во Фрузенском районе остались без теплоснабжения, и эта тревога оказалась совсем неучебной. Авария произошла на одном из участков тепловой магистрали, в результате чего без горячей воды и отопления оказались более 4,5 тысяч ивановцев. Последствия аварии ощутили на себе учащиеся двух школ, восьми детских садов и четырех лечебных учреждений. Благодаря своевременным действиям, оперативным действиям, слаженным действиям вовремя начали работы, обнаружили порыв. В настоящее время работы уже близки к своему завершению. Надеемся, еще где-то часа осталось, и будем запускать магистрали. Данный район находится под контролем Ивановского филиала ТГК-6, работники которого и занялись устранением последствий аварии. Как оказалось, прорыв произошел в результате износа сети. Чтобы устранить неполадку, рабочим пришлось заменить участок магистрали длиной около 4 метров. По словам работников, служба по предупреждению чрезвычайных ситуаций особого дискомфорта ивановцы почувствовать не успеют. Плюсовая температура, и температура в квартирах 20-22 градуса, и задержка на 6 часов теплоснабжения, в общем-то, никак не повлияет на температуру в квартирах. Люди понимают, что произошло аварийное отключение, это жизнь. Поэтому наша с вами задача, наша задача, это чтобы как можно быстрее провести работы и восстановить теплоснабжение в этих социально значимых объектах. Как известно, профилактические работы по устранению неполадок в тепловых сетях проводятся круглогодично. Однако, судя по данной ситуации, систему проверки стоит сделать более эффективной. Теплоснабжение во Фрунзенском районе будет полностью восстановлено не позднее 8 часов вечера. Полина Понасицкая, Денис Денисов, РТВ, Иваново.